Всем привет, друзья! Вы на канале Семьи Поддубных. У нас Марк пришел со школы. Привет, Марк! Где? Не холодно? Без шапки. Марк каждый день на велике ездит. Как в школе? Хорошо. Молодец. Еще хочу сказать, что мы вот эти ворота сейчас будем переделывать. У нас сейчас ворота вот такие откатные на колесиках, вот по этой рельсе ездят. Мы сейчас их переделываем. Вот здесь уже заложили фундамент. И будут они полностью как бы переделывать, ребята, каркас этих ворот. И они будут на пульте управления. Почему это для нас так важно было сделать перед зимой? Потому что вот здесь, когда снег был, вот это все покрывало здесь, засыпало снегом, здесь покрывалось льдом. И иногда приходилось просто поливать горячей водой, чтобы можно было открыть эти ворота. Поэтому будем переделывать. Уже как бы начали. И будет вот тоже на пульте, как и вот здесь ворота сделаны в гараж. На террасе у нас тоже происходят изменения. В отдельном видео мы вам покажем, что мы здесь устанавливаем, как устанавливаем. Так что сохраним интригу и детально все расскажем уже в следующем видео. Марк пошел искать малинку. Я, правда, вчера уже прошлась, ее покушала. Но Марк еще что-то находит. У нас 23 ноября. И у нас до сих пор еще поспевает малина. Ну, здесь уже объели. Да, так что очень классная ремонтантная вот эта малина, которая два раза родит. Осенью было очень много малины. Так, в принципе, мы в саду уже собрали урожай. Деревья уже сбрасывают листья. Закончили. Виталик помог очень сильно с грядками. Марк здесь тоже пропалывал. Вот эта клубника поздняя. Вот эта ремонтантная тоже. Она тоже еще цветет. И тоже еще поспевают ягоды. Ну, если сильно не будет холодать, так еще будет клубника у нас. Да, вот такая вот ягода. Да, круто, конечно, в конце осени. И вот такой вот урожай. И еще хочу показать вам... Так, эта рукола у нас взошла. Сама посеялась и сама взошла. Так, вот это мы раннюю клубнику рассадили. Здесь нам уже дедушка помогал, Виталик и я все вместе садили. А это мы взяли у соседей. Они нас угостили земляникой, которая тоже ремонтантная. И вот до сих пор еще плодоносит. И мы ее посадили возле нашей обычной земляники, которая один раз родит. И она смешалась. Смешалась, и теперь она тоже начала два раза родить. Она тоже цветет. И вот есть на ней ягодки. Так интересно, что... И смешалась в основном та часть, которая находится возле той земляники. То есть вот эта половина цветет. А здесь еще практически не было на ней цвета. Только вот пару кустиков. Вот еще перезапылилась. И в общем теперь у нас эта клубника, точнее эта земляника может стать ремонтантной. Так, ну, Марк ищет дальше малинку. Так, и сейчас я вам покажу наш урожай, который мы уже собрали. В гараже у нас хранятся груши, яблоки. Покажу, что у нас собрано. И что у нас заготовлено на зиму. Очень удобно, что есть вход в гараж из дома. Так, вот здесь я открою, чтобы было лучше освещение. Так, ворота открываются. И будет лучше освещение. Значит, вот наши заготовки на зиму. Это у нас компоты. Вишневый, персиковый. С наших персиковых сада. Очень вкусные компоты. Так, вот это перчик такой вот с чесночком. Потом грибы польские. Тоже перчик. Польские, польские грибы. Так, вот здесь тоже компоты. Сушеные яблоки. Опять грибы. У нас хорошо, что в этом году тоже смогли собрать грибы. И заготовить на зиму. Так, вот здесь у нас тоже консервация. Давайте сначала закончим с консервацией. Так, вот это у нас огурцы. Вот такие мелкие я люблю. Они очень вкусные. Белые грибы. Варенье из шишек. Это еще с прошлого года. Очень вкусное. Есть рецепт на канале у нас. И, кстати, рецепт белых грибов тоже есть у нас на канале. Очень вкусные получаются грибы. Хорошо стоят. Так что рекомендую. С яблочным уксусом. Не очень остро остается вкус гриба. Не перебивается полностью вкус уксуса. Так, кабачковая икра. Вот мед с пасеки нашего дедушки. Грибочки, огурчики. Но чай с липой, конечно же. Мы его очень любим. Также заготовили чай с Ивана. Чай с Карпат привезли. И пойдемте с вами. Так, яблоки, груши. Так, вот это грецкий орех. Чуть-чуть селена собирали. Моя мама угостила нас орехами. Орехи я посушила в сушилке. Они подсушенные. И будут хорошо стоять. Вот это яблоки, которые мы снимали в видео. Это гала. Лежат пока что. Так, вот это какое-то другое здесь попалось. Так, вот это груши и яблоки. Здесь груша, я вот не помню, как называется. Но, в общем, здесь смешано. Яблоко Легол. Очень вкусное зимнее яблоко, которое хорошо хранится тоже. Вот это вообще большое какое. Супер. Так, вот это яблоко Пинова, по-моему, я сегодня. Не ошибаюсь. Тоже зимнее. Смотрите, какое громадное. Здесь у нас тоже яблочки, игрушки. Тыквы от бабушки, дедушки. А это нас соседи угостили тоже яблоками. Так что вот такой вот у нас урожайчик. Деревья растут. И каждый год будем надеяться, что урожай будет тоже увеличиваться. Лапка, лапка, лапка. Домой. Все, закрывай ворота. Лапка. Давай, давай, давай. Бегом домой. Все. Коты хорошо ловят мышей у нас. Повсюду валяются. Останки недоеденных мышей. Молодцы. Котики, да. Так, заходим домой. Папа. А, вот здесь еще я не занесла еще в гараж. Виталик вчера собрал груши с одной из последних груш. Она такая маленькая, на нее родили вот такие громадные груши. И это мы уже часть скушали. То есть где-то ведро груш было. Вообще, Марк, смотри, какая груша. Большая, да? Угу. Супер. Так, котюсики. Котюсики голодные. И просят кушать. Покушали рыбку уже. Покушали мяско, да? В общем, котикам нравится жизнь в нашем доме. Мяу. Домой? Чехло там, да? Также Виталик у нас был на рыбалке. Словил две щуки. Вон голова от большой щуки. Одна пять килограмм. Вот это филешечку такую сделал. Хопачки. Вот так вот. Потом можно на мангале ее запекать удобно. Вот так может на части порезать. И с майонезом, со специями очень вкусно. Получается вкуснее даже, чем мясо. Ну и вот эта маленькая щучка. Может, полтора килограмма. Виталик сделал мне из нее филешку. А я уже ее чистила. Удобно, что можно на улице это все сделать. И не нести грязь в дом. Конечно, покажу, на что Виталик ловит рыбу. Вот на этих карасиков. А котики здесь поджидают. Ждут, пока кто-то выпрыгнет. Достану. Давай, давай, давай. Ай, какие шустрые. А, холодная вода. Не могу достать. О, вот такие маленькие карасики. Купили их на базаре. Я покупала 40 гривен килограмм. Запустили, и они плавают. Ох, вкусненькие карасики. Лапка. Да. В отдельном видео покажу вам рыбалку Виталика. Он все там снял. Смонтирую вам и покажу. А коты у нас развлекаются. Им так весело. Мы так рады, что завели второго кота. Они теперь друг за другом гоняются. Повеселятся и резвятся. Напал на меня. Ой, гидякуй. Да. Мы уже его стерилизовали или кастрировали, как правильно сказать. Так что он у нас уже безопасный для всех кошек. Осталось стерилизовать лапку, чтобы она больше не приводила котят. А тех котят, которые у нее были, мы благополучно отдали в хорошей семье, хорошим людям. Ну и будут у нас домашние котики, которые не ходят гулять. Не размножаются дела. О, все, погналась, погналась за ним. Нападает на него. Оп, оп. Смотрите, какие игры. Вообще так интересно за ними наблюдать. Так, он убежал. Она сейчас будет его преследовать. О, 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 все, все. И вот это они постоянно на улице вот так вот развлекаются. Так, еще хочу добавить, что мы отопление еще не включаем. И вот какая температура у нас в доме. Сегодня уже холодно на улице, 10 градусов плюс, 10 градусов тепла. И дома уже упала температура до 19 градусов. А на днях, когда было теплее на улице, было 21 градус. Пока конец октября, а мы еще не топим. Так, ну и вот градусник с температурой на улице. В этом году мы утеплили дом полностью и уже стало теплее. Так что вот уже конец октября, а мы все еще не топим. Очень классно. Будем держаться до последнего. Будем постепенно вам показывать, какие еще изменения у нас в доме. Что нового в нашей жизни. Все. До следующих видео. Всем пока. Ставьте лайк. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok